Девочки, всем привет! Всем добрый вечер! Я тут занялась готовкой немножко. Что, Маруся? Что? Не пойму, кошка на сносях уже вот-вот скоро будет рожать. Мы болеем вместе с ней, можно так сказать. Так, я хочу отварить просто макарончики. У меня есть вареные крылья. И сейчас я их с бульона достаю. В этом бульоне я отварю макароны. Мясо я отделю от кости, перемешаю с макарошками. И все, перекус такой будет готов. Так, бульончика там немного. Вообще, я хотела на этом бульоне сварить борщ, но, блин, не до него. Позже сварю борщ. Сейчас приехала с вождения, учились знаки. Я сейчас хочу один знак показать Коле. Мне кажется, он не знает, что это такое. Красная звездочка? Красная звездочка? Нет. Это выходные, что-то такое там. Знак действует только в выходные. Это что-то посерьезнее. Сейчас я тебе покажу этот знак. Кирпич, это тупик же. Подъехать под этот знак можно. Только ты там разворачиваешься и едешь обратно, потому что дальше дороги нет. Домашнее задание задали со 134 по 152 страницу. Сделать тесты. Сейчас Коле говорю, будем делать тесты. Ну, не сейчас, но будем. Сейчас я этот знак найду. Он должен быть где-то здесь. Ох, я нашла. Сейчас я его позакрываю со всех сторон. И посмотрим, что он означает. Первый знак, что означает? Первый, да. 5,35. Нет. Я еще тебе скажу подсказку. У нас в Казахстане этого знака нет. Этот знак есть в Москве. Ну, вот он единственный город большой сказал. Еще подсказка. Когда, например, утром с 7 до 9 час пик и вечером с 6 до 8 час пик, именно в это время работает этот знак. В остальное время на этой полосе будет гореть этот красный крестик. Да. Ну, это как бы временный знак, что ли, получается. А что его за движение? Что там пишут? Это реверсивное движение. То есть, в Москве живут очень много людей, но в ней работают еще больше людей, которые живут где-то в Подмосковье. И они все едут в Москву на работу. И на вот этом выезжающей дороге большое скопление машин, чтобы разгрузить другие полосы, выдают одну полосу именно для резервного движения. И на нем горит везде зеленый, короче, кругляшочек. Например, сейчас пик закончился, все, по этой дороге можно ехать, все машины двигаются. А именно вот в это время там, ну, короче, что-то такое. Понимаете, кошка с нами разговаривает. Кошка, хоть и не может говорить человеческим языком, но она дает знаки. Она мягчала вот с того момента, как я включила видео. Оказывается, она хотела на улицу. Она прям меня как будто к двери тащит, его за двери стоит, она хочет... Она же у меня как собака у нас. Она в туалет дома не ходит. Когда она хочет в туалет, она возле двери будет курить, чтобы мы ее выпустили. Можете себе такое представить? До какой степени кошечка, ну, просто, ну, просто солнышко. Солнышко, лапочка, зайчка. Это как у меня батя напьется, когда у него все зайка, солнышко. Даже он Коле говорит моему, что зайчка, что Коленька, что зайчка. Коле сидит, психует, говорит, я вам не зайчка. Ну, вот, как бы, может быть, у другой говорят. Ну, вот, он говорит, когда она пьется. Лайфхак покажу, да, от этой мультиварки крышки нет. Ну, у меня она есть. Але, оп! Бабам! Вот такая крышка. И ручка не горячая, и все нормально. Спасибо. Молодец. 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 Так. Надо мясо перебрать. И можно вообще сделать в томате. Добавить еще томат, пережарить с лучком, с морковочкой, с овощами, с мясом. Все это и в макароны тут вообще будет вкусняшка. Может, так и сделать. Ну, сейчас пусть пока макароны варятся. Ну, пока переберю. Я переберу мясо от костей. Блин, петюху не вижу. Просто не вижу его. Ну, блядь, у меня глаза уставшие, да? Я сегодня спала мало ночью. Очень мало спала по той простой причине, что я наткнулась на прямой эфир девушки, которая сидела в тюрьме. Она сидевшая, она вышла из тюрьмы. И она узнала, что больна рано. Вот. Сейчас она не проходит никакое лечение. Абсолютно. Она решила вот... Ну, она пьет, наверное, какие-то там все равно препараты обезболивающие. Но химию, вот это облучение, она от этого, от всего отказалась. В чем суть? Она приводит прямые эфиры и указывает номер своей карты, чтобы ей скидывали денежки на исполнение ее мечты. У нее есть предсмертная мечта. Она уже дофига насобирала. Ну, я на нее вчера первый раз наткнулась. Она говорит, миллион триста она уже насобирала. Ей осталось триста тысяч. Вот. И постоянно она показывает номер своей карты, весь прямой эфир. Когда ты кидаешь ей денежку на Каспий, ты ей задаешь сразу вопрос, и она начинает на него отвечать. Она рассказывает всевозможные истории из зоны, из своей жизни. Блин. Ну, она вообще молодая. Ну, я вот думаю, неужели у нее столько историй? Люди-то много ей кидают деньги. Неужели она столько сидела, что у нее вот, у нее постоянно разные истории? Либо человек с капец какой фантазии, просто нереальной. Ну, либо, блин, я не знаю. Ну, она еще, я знаю, она работает, то ли поет, да, скорее всего. Потому что она говорила вчера, что тебе эти дать, ты ничего больше не будешь? Печеньки. Ну, что? Не-не, у тебя водички поплюсь. Потому что она там скоро выходит ее новый трек. Как-то внезапно ей в голову пришли стихи, А ее, кто там, композитор, не композитор, наложил офигенный бит на эти стихи. И скоро у нее выйдет ее трек. Ну, блин, дай бог, конечно. Я не люблю, когда люди обманывают. Ну, в принципе, почему не люблю, потому что, ну, е-мое, ну, легкие деньги никогда не принесут благо никому, вообще никому. Это, наоборот, плохо для тебя же. Поэтому, ой. Этот постоянно сваты включаются, и все. Я не знаю. Ну, вон, видишь, сваты пошли. А, как только заканчивается что-нибудь, что я смотрю, обязательно включаются сваты. Как-то историю нужно ютуба стереть. Раньше у меня сваты Витя смотрел постоянно. И днем, и ночью, и в туалете, и за столом. И в постели. Он уже давно не смотрит сватов, а вот они постоянно вылазят в ютубе. Вашим сватом я пассивным трудом все украю. Это парадный, когда одна жутка, и джеркзаншу, и везде, что не хватит, как я слышал. Окей. В этом случае, что будет делать в норовоучительность, вы же такие уже. Блин. Безумно, что это офига получается. А почему? Сейчас косточки выкинем. Коль, включи что-нибудь другое. Ты не говоришь, что это не живое. Да. Включай. Пусть кинулся в дом. Главное не сватов. Почему-то нужно говорить не сваты, а сваты. Сваты. Раньше я думала, нужно говорить сваты. Порнофильм. Слышите, да? Порнофильм. Это была шутка, конечно. Порнофильмы тут никто не смотрит. Ну, конечно, он тебе выдаст фильмы для взрослых. Так, что, мои хорошие, как я буду готовить? Что я буду готовить? Все. Макароны отключаю. Наверное, да, я сейчас пережарю все-таки овощи. Лучок, морковочку. И этот, с макаронами это все сделаю. С томатом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...